топ дивидендных бумаг двадцать третьего года всем привет об этом мы с вами поговорим в этом видео определим с вами основные бумаги дивидендные которые стоят которым стоит присматриваться 2024 году дивидендному сезону ну а также посмотрим с вами обзор рынка на текущий день 17 октября 23 год состояние нашего российского рынка и основные инструменты смотрите это видео как обычно до конца не перематывая вам все станет предельно понятно но а чтобы не пропускать новые выпуски обязательно подписывайтесь на этот канал ведь на этом канале одна из лучших аналитик и так на сегодня у нас внешний фон нейтральные индексы основные основных зарубежных площадок у нас в плюсе ну а вот товарный рынок у нас сегодня откатывает после бурного роста в предыдущую предыдущую сессию и давайте с вами обратим внимание на индекс московской бирже который вчера показал достаточно неплохие результаты кстати перед началом выпуска хочу напомнить о уникальной акции от тинькофф банка по кредитной карте тинькофф платину заказав которую по моей ссылочке вы получите уникальный бонус а именно кэшбэк 3000 рублей рублями и бесплатное обслуживание навсегда при соблюдении всего лишь одного простого условия потратить данной карты в первый месяц после получения карты всего лишь 7000 рублей на ваши привычные покупки в магазине как только в эту сумму потратить и вам обратно течение трех дней возвращается кэшбэк сумме 3000 рублей рублями обратно на карту компенсируем практически 50 процентов данной покупки и подключается бесплатное обслуживание всегда для тех у кого данной карты еще не было либо данная карта была закрыта больше год назад также у этой карты достаточно большое количество преимуществ кроме всего указано также начляется кэшбэк до 30 процентов от различных папу от различных покупок тому же за данной картой вам абсолютно ехать никуда не нужно вам сотрудник банка абсолютно бесплатно и и доставит прямо к вам ссылочка под видео описание успеваете акция по времени ограничена поэтому нужно обязательно данная акция воспользоваться и получить получить такие крутые бонусы и так в этом видео сами обсудим основные дивидендные бумаги на 24 год каким бумагам стоит присмотреться но и глядя на это с московской биржи мы вчера пробили уровень 3200 но пробили его достаточно небрежно то есть мы открылись гэпом на основе растущего сырья частности нефти и спотовых цен на газ но и соответственно сегодня я ожидаю от индекса в данном случае следующего движения то есть мы скорее всего теперь добьем вот до этой зоны продаж вот таким вот образом здесь у нас зона продаж и после этого пойдем в коррекцию закрывать вот этот гэп на уровне ниже 3200 который образовался со вчерашнего подскока на основе растущего сырья сырье растет на тех факторах геополитических рисках на геополитических событиях в ближнем востоке о которых мы с вами заранее уже предыдущих видео неоднократно обсуждали я говорил что и нефть будет расти и газ будет расти и целом все сырье будет расти так как будет ограничение предложения на рынке соответственно ограничение предложения рождает спрос по индексу московской бирже поэтому я жду вот такое движение ближайшее время но и по мере коррекции снова нужно будет присматриваться каким-то спекулятивным событиям спекулятивным бумагам на этом росте бумаги спекулятивные нужно конечно же раздавать но она коррекции снова присматриваться к новым историям данных которых можно спекулятивно заработать кстати здесь на дневном графике индекс московской бирже если мы с вами обратим внимание всеми любимые так называемый гип до которые воск искали вот здесь вот но он у нас образовался вот здесь обратите внимание соответственно цель этого гипа как раз таки приход вот эту уровню к этому уровню продаж это всем любителям так называемого гипа голова и плечи здесь у нас находится гигантская просто зона продаж от которого прошлый раз у нас пошел достаточно сильный импульс поэтому с этой зоны обязательно нужно ждать продавца и возникновения продаж по нашим бумагам обратите на это внимание отсюда обязательно пойдут продажи и первой целью которой будет как раз таки закрытие данного гэпа который мы оставили на открытии вчерашней сессии из бумаг у меня остался только пока газпром по мере роста который спекулятивно я фиксирую вчера зафиксировал очередную порцию так называемых бумаг да по газпрому зафиксировал прибыль но оставшуюся часть будут тянуть до тех уровней которые я указывал все что я делаю на рынке я пишу своем без закрытом телеграм-канале также я пишу там свою аналитику в режиме онлайн то что я покупаю какие-то торговые идеи которые вижу все это пишу своем закрытом телеграм-канале подписаться на который можно по телеграм-боту первая ссылка под видео в описании соответственно там я пишу и свои цели в том числе и по газпрому где я буду окончательно его фиксировать но а в целом если мы смотрим среднесрочно то цели остаются прежними это уровень 200 210 то есть вот эта зона в преддверии тех событий которые мы сейчас наблюдаем с вами и развития до этих событий на ближнем востоке естественно идет давление и на сырье но давление в какой части то есть ограничение предложения соответственно у нас растут и спотовые цены на газ в европе мы это можем с вами наблюдать по данным которые доступны в сетях интернет соответственно для газпрома это достаточно позитивный момент так как ограничение предложения газа для европы это такой значимый момент и европа скорее всего если такая тенденция продлится продолжится если такая тенденция развития конфликтов в странах как раз таки арабских будет набирать обороты соответственно туда может ввязаться и те же самые крупные поставщики нефти там газа да которые как раз таки и повлияют на взлет цен на сырье еще больше и мы с вами можем увидеть такой момент что в европе та же самая германия будет искать новые источники поставок да в том числе и могут возвратиться поставкам сырья от россии все на самом деле возможно к тому же не нужно забывать что на по северной потоку у нас одна нитка осталось все-таки рабочий и в любой момент если какая-то ситуация будет прям патовая до для в европы и не будут никаких вариантов кроме там скажем спг газа до который можно доставлять транспортом марш морским соответственно здесь может в любой момент понадобится и быть использована вторая нитка северного потока которая осталась еще в рабочем состоянии и поэтому вот если мы смотрим на газпром инвестиционно то скажем среднесрочная перспектива газпрома конечно же есть все кто хоронил его на 100 на 120 сейчас либо кусает локти либо стоят шортах и испытывают дичайшую боль от того как их шорты сейчас выносят я же советовал газпром покупать я его сам покупал меня достаточно большая доля была на уровне 65 последний закуп соответственно у нас здесь трендовая линия в которой мы сейчас придерживаемся ну и основание той формации которая видел я кажется и советовал покупать на данной трендовой и на данной горизонтальной поддержки соответственно мы сейчас видим восходящую и восходящий импульс по газпрому но это основано еще и на некоторых событиях которые у нас пройдут ближайшее время это поездка путина в китае на котором могут обозначить уже некоторые моменты моменты возможно по строительству западной западной сибири 2 до об этом уже неоднократно говорили нам еще летом нового говорил что это история активизируется скорее всего концу этого года то есть там были согласованы некоторые проекты но ничего подписанного не было помним как сидзепин приезжал к нам в россию и собственно говоря у нас газпром на этом рос но после того как не оказалось никаких подписанных документов собственно сидзепин даже не проговорил каких-то так скажем важных так скажем договорных моментов по западной сибири 2 не построить не даже не по по строительству а по подготовке подписанию каких-то предварительных документов соответственно рынок в этом разочаровался в исходе этого встречи и котировки ушли снова вниз сейчас есть все возможности активизировать данное строительство данным данный проект да и конечно же на этом фоне сейчас котировки у нас начинает расти к тому же еще раз повторюсь рост цен на спотовый газ в европе также подталкивает и подбадривает котировки по газпрому поэтому краткосрочно цели есть среднесрочной цели есть почему бы газпром не покупать при любой коррекции я думаю что газпрома не все потеряно и скорее всего в следующем году при дивидендном сезоне газпром также выплатит дивиденды порядка там 20 25 рублей что при текущей стоимости акции достаточно я считаю интересно но это мой взгляд на данную бумагу если у вас взгляд отличный от моего пишите об этом в комментарии интересно будет почитать ваши доводы ну а теперь перейдем с вами к основным бумагам которые могут показать дивиденды достаточно неплохие в 2024 году мы не будем с вами говорить о тех бумагах которые могут показать вообще дивиденды потому что дивиденды доходность сейчас ниже 10 процентов она на самом деле не особо интересно так как те же вклады те же депозиты накопительные счета дают достаточно уверенную процентную ставку да и смысл рисковать до вкладывать в бумаги такие когда дивидендовому сезону когда у нас есть более консервативные инструменты которые дают большую доходность но с меньшими рисками первая бумага на которой я бы хотел ваше обратить внимание это сургут нефтегаз прев вчера буквально я писал в своем приватном телеграм канале о том что уже можно начинать присматриваться к этой бумаге да для дивидендового сезона и бумага выросла более чем на 2 процента после моего поста здесь мы видим восходящий канал и хорошая точка для входа для конечно же это нижняя граница данного канала у нас здесь был коррекционный флаг который благополучно пробили вниз и пришли к нижней границе данного сходящего канала если мы с вами предполагаем что газпро сургут нефтегаз заплатит порядка там скажем дивидендной доходности 25-29 процентов в следующем году а к этому все есть располагающие факторы это и высокий курс доллара который по-прежнему у нас находится на неплохих отметках и в принципе это отдельность которая осуществляет сургут нефтегаз в сфере нефтяной он также приносит неплохую прибыль но сейчас можно сказать в текущих условиях когда курс доллара находится на таких отметках то доходность сургут нефтегаза от его кубышки от размещения вот этих больших денежных средств на вкладах депозитах приносит больший доход большую часть дохода да если мы рассматриваем в разрезе нефтяного дохода и дохода от размещения средств на вкладах то есть получение грубо говоря те же самых процентов по вкладам и естественно высокий курс доллара который сложился в этом году на столь продолжительное время он и показал такой оригинальный да неплохой показатель сфере процентного дохода у сургут нефтегаза в целом сургут нефтегаз такая непонятно на самом деле история да очень покрыта тайнами для многих я сам эту компанию не люблю ввиду того что здесь очень все скрыто то есть мы даже в последней отчетности не увидели не увидели какой-то расшифровки той самой кубышки о которой все и всегда говорят поэтому но здесь на самом деле исходим только из тех показателей которые нам дают и возможность получить дивиденды в 2024 году это не дает гарантии что сургут нефтегаз выплатит эти дивиденды но мы с вами предполагаем исходя из тех данных которые нам показывают что дивидендная доходность будет по сургут нефтегазу на первом месте естественно если вы собираете дивидендный портфель то эта компания должна ваше внимание так скажем пристальное уже к себе приманивать да и добавлять свой дивидендный портфель будет ли коррекция по данной бумаге но если рынок у нас корректируется то и сургут нефтегаз не будет тому исключением но а пока ввиду того что мы видим особо наши бумаги не продают даже в текущих условиях когда центральный банк поднимает столь стремительно ставку и убирает ликвидность рынка то в принципе даже на текущих уровнях сургут нефтегаз смотрится достаточно интересно это первая бумага под которой дивидендная доходность может составить порядка 25-29 процентов то есть я бы отметил сургут нефтегаз на первое место и до каких отметок может он вырасти но на самом деле потенциал здесь порядка 70-75 рублей то есть мы с вами легко можем посчитать дивидендную доходность которая соответствует нынешним реалиям то есть дивидендная доходность она должна перекрывать ту ставку рефинансирования на текущий момент который анонсирует нам центральный банк и сургут нефтегаз так как мы видим да ту доходность который предполагается в 2024 году практически в два раза перекрывает данную составляющую поэтому сургут нефтегаз на первом месте данного списка далее следующая дивидендная история и как правило она у нас из нефтегазового сектора потому что нефтегазовый сектор в текущих условиях при высоком курсе доллара при высоких ценах на энергоносители покажут и покажут шикарнейший результат конечно же это лукойл по лукойлу дивидендная доходность может составить порядка 16% что в текущих реалиях также у нас обеспечивает доходность выше ставки рефинансирования и выше тех инструментов которые у нас находятся в менее рискованной зоне вклады и депозиты какие же дивиденды могут быть по лукойлу ну лукойл платит два раза в год дивиденды и дивиденды в совокупности за 2023 год может составить порядка 1000 рублей сейчас при текущей цене дивидендная доходность уже снижается и составляет порядка 13,5% что уже менее привлекательно то есть сейчас в принципе лукойл подходит к своим так скажем максимальным значениям да именно если мы посмотрим по графику то даже к историческим хаям уровень 7500 это максимум который может сейчас исполнить лукойл может ли перебить данное значение может да спекулянты могут ввести его и выше вплоть до анонсирования этих самых дивидендов первая часть дивидендов может быть анонсирована уже в октябре в октябре у нас может анонсирован быть лукойл по дивидендам ну а в ноябре уже газпром нефть ну по газпром нефть там дивидендная доходность небольшая поэтому эта компания по дивидендам не особо интересно поэтому на втором месте у нас лукойл и первая порция дивидендов первая часть может быть в порядка 500-600 рублей что конечно же в полугодовом значении дает небольшую доходность но в годовом эквиваленте она составит достаточно неплохую процентовку 13 с половиной на текущий момент поэтому я присмотрелся к лукойлу да как дивидендной бумаги но на текущих уровнях покупать его конечно же уже не камильфо более того многие крупные игроки будут раздавать эти позиции по лукойлу на объявлении дивидендов поэтому будьте здесь внимательны и не покупайте лукойл на хаях следующая бумага также нефтегазового сектора это компания транснефт дивидендная доходность по которой также может составить порядка 13-13 с половиной процентов но я бы присмотрелся к этой бумаге уже после дробления акций так как непонятно будет ли тот анонсированы всеми спрос на данную бумагу когда данная бумага будет дробиться это нужно будет смотреть уже по факту на текущих отметках по текущим уровням покупать данную бумагу я не хочу если будет дробление оно будет дробление то после этого конечно же уже можно будет присмотреться к этой бумаге потому что может быть в моменте сразу возникнуть достаточно неплохой объем спроса на данную бумагу в котором можно поучаствовать сейчас при текущей стоимости бумаги многим спекулянтам многим инвесторам многим игрокам на рынке эта бумага по-прежнему не доступна ведь портфель у многих порядка 50-100 тысяч рублей а бумага стоит на секундочку 144 тысячи рублей поэтому даже одну бумагу таким рядовым инвесторам купить просто невозможно а вот когда данная бумага раздробится она будет стоить 1400 соответственно тогда и возникнет тот желаемый спрос поэтому я бы наверное не спешил покупать данную бумагу по текущим отметкам по текущей стоимости перед дроблением но это лично мое мнение каждый решает из вас самостоятельно я лишь высказываю свое мнение но как дивидендную историю тем более после дробления я бы эту бумагу присмотрел свой дивидендный портфель если вы его составляете компания мтс но собственно говоря компания мтс это такой дивиденды аристократ которые в принципе ежегодно выплачивает какие-то фиксированные дивиденды тоже тот же самый депозит да тот же самый вклад в банке но опять же здесь бумага несет некий риск так как это акция но в целом если мы интерпретируем эту бумагу как тот же самый вклад да то она схожа да с вкладом то есть с вкладом то есть она выплачивает ежегодно определенный процент в виде дивиденда после дивидендного гэпа я не советовал в своем приватном телеграм канале писал что бумага должна уйти вниз отстояться данной нащупать свое дно многие кто здесь покупали сейчас находится в больших минусах уровень 270 вот здесь я говорил что у нас бумага ушла в боковик и здесь можно ее покупать я сам покупал я здесь отыгрывал спекулятивно но соответственно писал кто хочет остаться на дивиденды это отличнейшая точка для добавления данной бумаги и мы видим что действительно 270 это в практически текущих реалиях самое дно по бумаге и потенциал роста даже к дивидендам здесь достаточно неплохой во-первых это уровень после гэпового точка после гэповая да этот уровень 315 но а вторая точка это закрытие данного дивидендного гэпа следующему дивидендному сезону то есть дивидендный сезон который мы с вами будем анонсировать и потенциал роста данной бумаги он достаточно неплохой поэтому на текущих отметках это же конечно не какая инвестиционная рекомендация но можно присмотреться к добавлению данной бумаги потому что потенциал роста и закрытия дивидендного гэпа в следующем дивидендному сезону здесь достаточно неплохой но и дивидендная доходность может составить порядка 13 13-14 процентов что достаточно тоже конкурентоспособно можно сказать да с теми же консервативными инструментами вот это следующая бумага во всяком случае здесь покупать уже безопаснее да чем покупал и и было бы на дивидендном гэпе потому что в сидеть в просадке либо купить на этих уровнях и уже смотреть на плюс в своем портфеле это совсем другая история поэтому те кто подписан на мой приватный телеграм-канал получали такую правильную информацию далее 7 любимый сбербанк который у нас торговался последнее время в таком вот вымпеле коррекционном и что говорилось вам на этом канале если мы пробиваем этот вымпел вверх и закрепляемся на нем следующее у нас цель будет 273 то есть основание данного вымпела на чем собственно у нас сбербанк попытался вчера порасти на выходе из данного вымпела а вот на этой новости обратимся с вами бесплатно мою телеграм-каналу где я выкладываю всю важную все важные новости подписанным на которые нужно быть обязательно если вы хотите разбираться развиваться в сфере экономики финансов и фондового рынка и получать актуальные новости с моей с моими комментариями силуанов сообщил большие средоходы у банка в первую очередь сбербанка мы можем забрать через повышенные дивиденды которые банки заплатят нам в следующем году то есть силуанов что здесь закладывает закладывает не менее 50 процентов дивидендов в бюджет от сбербанка на этом фоне сбербанк активизировался и здесь вот эта фраза она подразумевает наверное даже не только сбербанка многие и другие банки в том числе и втб я уже неоднократно говорю что во-первых втб так такая темная лошадка которая меняет мнение свои плоть чуть ли не каждый день и то что костин нам говорил о том что дивидендов 2023 году не будут за 2023 год не будут то вполне вероятно что и будут да то здесь на самом деле эта составляющая она носит такой ну скрытый характер то есть может и будут а может не будут сюрприз от втб мы также можем вполне вероятно получить потому что втб получает также в этом году достаточно шикарную прибыль сверх прибыль и может это сверх прибылью даже и поделиться если того потребует министерство финансов поэтому по сбербанку но текущая дивидендная доходность она остается прежним порядка 13 процентов и ниже да с учетом роста котировок но как ориентир уровень 300 здесь по-прежнему у нас актуальных следующему дивидендную сезону если центральный банк будет в следующем году снижать ставку рефинансирования но нужно здесь понимать четко для себя что банковский сектор в условиях поднятия ставки центральным банком уже с 1 октября начал получать снижение своих показателей в части кредитования то есть кредитная активность начала снижаться так как тот отложенный эффект поднятия ставки он начинает действовать и эти показатели от кредитования с каждым месяцем до конца года скорее всего будут снижаться и показатели в отчетности и отчетность в целом уже не будет такая радужная как предыдущие месяцы да она не будет там слишком падать да но она не будет показывать больше результаты которые были у нас в предыдущих месяцах вот такие вот бумаги и еще одну бумагу я добавил об этой бумаге я также ранее в приватном телеграм-канале своем неоднократно писал это компания Башнефть у нас здесь была проторговка долгая такой восходящий канал мы ранее ей спекулировали в приватном телеграм-канале но в целом так как за первое полугодие Башнефть заработала порядка 100 рублей на одну акцию дивидендов то мы можем с вами предположить что вот эта текущая сложившаяся ситуация с высоким курсом рубля высоким курсом высоким курсом доллара высокими ценами на нефть Башнефть заработает порядка 200 рублей на одну акцию если мы с вами посчитаем при текущей стоимости возьмем 200 рублей и при текущей стоимости акции 1620 то дивиденд на доходность порядке 12% не особо большая но здесь могут быть какие-то выплаченные промежуточные дивиденды скажем за 9 месяцев что конечно подстегнет данную бумагу к росту и мы снова придем вот к этим значениям вплоть до того что можем и обновить данные максимумы поэтому это бумага также на дивидендный сезон на мой взгляд достаточно интересно ребят вот такой вот обзор небольшой по валютному рынку у нас все в порядке про торговки у нас 16 числа начали продавать как нам анонсировали экспортеры свою валютную выручку но вот этот гэп который мы оставили мы его обязательно закроем спекулянты обязательно закроют этот гэп тем более у нас здесь восходящий канал восходящий канал не пробит и мы ходим в ранков данного восходящего канала мы видим что у нас здесь назрел такой мини боковичок и даже с учетом того что нам анонсировали 16 числа продажи валютной выручки мы не видим какого-то укрепления дикого рубля потому что скорее всего это эти продажи они регулируются я не думаю что какой-то прям ошеломляющий объем продаж от экспортеров будет вливаться в рынок при таком курсе рубля если рубль будет подниматься к отметкам 100 рублей соответственно будет продажа усиливаться если мы видим отметки на текущих уровнях я думаю эти отметки они для правительства достаточно неплохие и устраивают соответственно на этих уровнях я не думаю что будут большие объемы вливаться скорее всего мы пойдем закрывать гэп поэтому по-прежнему считаю что это можно отыграть на фьючерсы по рубль-доллар вот к этой зоне то есть такая тланговая история можно вот эту логовую историю можно отработать по фьючу со стопом скажем вот под эту зону это вот такой вот вам бесплатный лайфхак ребят вот такой вот небольшой обзор пишите комментарии что вы думаете по этому поводу ставьте лайки подписывайтесь обязательно на канал на все наши соц сети ссылочки все под видео в описании ну а сегодня по мере отскока дальнейшего рынка можно будет фиксировать свои позиции где я буду фиксировать тоже самое Газпром я буду писать в своем вип канале где я пишу свою аналитику в режиме онлайн какие-то технические моменты обучающие то есть если вы тем более новичок то вы можете это все наблюдать в моем телеграм канале ребят всем удачи всем хорошего дня всем пока пока